Доброго времени суток, мои дорогие, любимые подписчики и гости моего канала Истина Таро. Вас приветствую я, Катерина. Сегодня мы проведем общий Таро-расклад для мужчин на тему. По судьбе ли вы друг другу? Будете ли вы вместе с ней? Загадывайте вашу женщину, притягивайте ее, вспоминайте ее образ, лишние мысли, все в сторону. У кого какие переживания там, кто там думает о работе. О, только сказала, смотрите, аж карты попадали. От кого идет энергетика того, что думаете о каких-то проблемах, заботах, там, деньги, кредиты, там, ситуация по работе, что-то неразрешенное, ситуация, куда там нужно еще успеть. Везде успейте, расслабьтесь, пожалуйста, настройтесь на вашу женщину, вдох-выдох, кому нужно, сделайте себе чаек-кофеек и будем смотреть. Итак, давайте для начала посмотрим, кто ко мне пришел на расклад. В какой энергетике вы ходите именно вы здесь? Как уже интересно будет. Дорогие мои, пока раскладываю, хочу поблагодарить вас за лайки, за подписку на мой канал, за комментарии, которые вы пишете. Каждый комментарий я читаю. Каждый комментарий для меня очень ценен и очень важен. Спасибо вам огромное. Я благодарна каждому из вас. Потому что, когда вы подписываетесь, когда вы ставите лайки, комментируете, я понимаю, что делаю я это все не зря. О том, что вы черпаете определенную информацию для себя и при этом, при всем, я несу для вас хоть какую-то пользу. Итак, кто ко мне пришел? Ого! Ко мне пришел сильный, серьезный мужчина, умеющий брать на себя ответственность. И, как правило, слишком много берете на себя ответственности. Вы так воспитаны и не можете по-другому. И это может касаться разных сфер вашей жизни. Семья, работа, друзья, родственники, что угодно. Если вы беретесь за какую-то работу, если вы вообще за что-то берете, берете какую-то ответственность, то вы, как правило, доводите это все до конца. Делаете все правильно, делаете все четко, по правилам. То есть, вот так вот, знаете, как для себя, что ли. Вот так вот, чтобы все бросить, как-то сделать натяп-ляп и, ой, как-нибудь, абы как, пусть будет. Вы так не можете. Вы не тот человек, который именно вот так вот бросается на полпути. Если вы идете к какой-то цели, вы обязательно ее достигаете. Кто-то из моих зрителей уже очень взрослые мужчины, полны мудрости и опыта, которые на данный момент, знаете, вот в силу какого-то прошлого опыта уже, скорее всего, это как негативный опыт такой идет, поняли чувство собственного достоинства. Вам уже есть, что, знаете, вот, что как бы переосмыслить, что понять. Вы уже можете, оглядываясь вот как бы по сторонам, оглядываясь назад, понять о том, где допустили какие ошибки. То есть, если раньше где-то в чем-то могли слепо как-то делать, где-то что-то слепо надеяться, знаете, вот где-то каким-то альтруизмом заниматься, но на данный момент вы как будто бы понимаете уже, что все-таки нужно думать еще и о себе. То есть, так как раньше, так как вот там нужно там внепланово что-то сделать, нужно сделать переработы там что-то, нужно задержаться на работе, там прийти раньше и все остальное. Если раньше вы делали это все на ура, там даже как бы там без дополнительных каких-то доплат, либо там кому-то прийти на помощь, там одолжить, либо помочь вообще кому-то из знакомых, друзей, родственников, вы всегда как бы приходили на помощь, то теперь просто-напросто вы уже как бы смотрите на это все абсолютно как бы по-другому, смотрите уже на это все с другой стороны. И вы понимаете о том, что вот то, что есть у вас на данный момент, нужно оценить именно себя, нужно смотреть именно как бы в свою здесь сторону. Вы человек, который, сами понимаете, что та женщина, которая будет с вами, что те женщины, которые у вас были и будут, к примеру, там или есть, это женщина, которая будет чувствовать вашу защиту и вашу мужскую силу. Вам уже есть, что ей предложить, только в силу негативного прошлого опыта, вам не хочется, чтобы вас использовали или принимали от вас вот что-то как должное. Вы уже как-то это все как переросли. Но при этом, при всем, эту женщину, если она будет любить и бескорыстно относиться к вам, вы сможете обеспечить ее всем необходимым. А может даже вот дадите как и больше ей чего-то. Вы сейчас набрались определенного опыта и помудрели, и теперь в чем-то не ведете себя так, как раньше. В чем-то у вас сейчас пришло понимание, что от вас ничего не зависит в какой-то определенной ситуации. Если раньше вы открывали душу нараспашку, там было много друзей, там знакомых, там и все остальное, то этот круг на данный момент уже сужен. Уже как-то начали более избирательно ко всему относиться и к людям, которые вас на данный момент окружают. На сегодняшний момент у вас какой-то кризис в жизни. Или в отношениях в прошлом, или по деньгам. Возможно, кстати, у кого-то сейчас идут сложности в деньгах, кредиты или долги. Кажется, что сейчас у вас, знаете, на ваш взгляд, как темная полоса в вашей жизни идет. Какой-то пессимизм, какой-то скептицизм. Вот с вашей стороны, знаете, вы это все можете сейчас прочувствовать и можете как бы это все понимать, что в вашей жизни может быть такое. Какие-то вот здесь, посмотрите, препятствия, какие-то разочарования, какое-то вот такое состояние. Знаете, вот кажется, что все идет не совсем так, как вам планировалось бы. Кто-то из вас переживает еще о прошлых отношениях. Кто-то, знаете, пытается еще вот думать о том, что смотреть в сторону женщины из прошлого, как бы подсматривать, может быть, за ней, может быть, как-то вот в ее сторону пытаться еще ее ждать, пытаться вот ждать того, что она как-то одумается. Кто-то же в силу вот этого же, опять же, прошлого негативного опыта женщины пытается строить новые отношения. Но при этом, при всем, знаете, вот в этих отношениях, когда вы смотрите и относитесь к этому ко всему избирательно, в силу, опять же, негативного опыта с женщиной по прошлому, вы человек верный, вы человек семейный, стабильный. То есть, если вы кого-то любите, вы отдаетесь по полной, вы отдаете душу по полной. У вас нет такого, что относиться к женщине как-то поверхностно. Вы человек, который вот будете верны сердцем, душой, вот просто-напросто все делать ради этой женщины. Почему я вам говорю, что женщина рядом с вами никогда не пропадет. Вы сделаете для нее все, что будет в ваших силах. Кто-то из вас как-то вот, опять же, если строите новые отношения, либо же просто пока присматриваетесь к женщинам, делайте это как-то вот, к ним относитесь, знаете, с каким-то определенным недоверием. А кто-то пока взял паузу в своей жизни и просто решил, что все, я пока ничего не хочу, пусть будет пока вот так, как идет. Ничего не хочу, все прекратил, все, как бы, вот пусть будет так, как есть. Давайте посмотрим вашу женщину. Что же это за женщина приходит? Что же это приходит за женщина? Дорогие мои, напоминаю о возможности записи на персональный второй расклад. Для этого, пожалуйста, пишите в Вайбер, Телеграм, Ватсап, на телефонные звонки, отвечая по предварительной договоренности в определенное оговоренное время, которое удобно и вам, и мне. Итак, что касается вашей женщины. На данный момент вы с ней не вместе, какое-то расстояние сейчас между вами. Холодность и отдаленность. Знаете, у кого-то вот женщина, которая вообще привыкла как-то вот, ну, по легкости идти по жизни, то, что, знаете, как-то вот от кого-то получать какую-то выгоду, от кого-то получать какую-то пользу. Привыкла к красивой жизни, привыкла к тому, что она всегда добивается чего-то, то, к чему она здесь идет, она всегда это получает. Она на данный момент, знаете, находится как в ожидании, в ожидании каких-то перемен. Она сильная женщина, и находясь рядом с ней, мужчине нужно укращать ее характер. Укращать это своей мудростью, мужской силой, какой-то хитростью. То есть при этом, при всем я не говорю, там, мужская сила, да, там, это рукоприкладство, там, или что-то такое. Мужская сила, это должна быть уверенность, ваша сила воли и сила характера, как бы в том, чтобы, знаете, вот такой вот, она крепкий орешек, на который должен быть еще орешек еще покрепче, скажем так. Сейчас она на чем-то сосредоточена, потому что в жизни ее происходит какой-то кризис, пошло все как-то под откос. Она пытается на чем-то сосредоточиться, чтобы забыться о том, что сейчас происходит в ее жизни. Она в ожидании сейчас строит планы, строит какие-то, знаете, такие вот надежды именно на вас. Почему? Потому что она понимает, что в ее жизни сейчас все как потеряно. Вот спали с глаз, знаете, как розовые очки, и при этом при всем стала видна реальность. Ей очень хочется, чтобы судьба ей все поменяла, потому что она, знаете, как верит в высшие силы. У кого-то ходит в церковь, у кого-то, наоборот, она высшие силы, знаете, может либо сама там заниматься магией, либо кому-то обращаться. И просит перемен, хочет этих перемен, может просматривать так же на картах гадать, может так же вот просматривать, что в жизни может меняться. Потому что сейчас ей очень тяжело и сложно, но жизнь к ней, знаете, вот как несправедлива, что ли. Но несправедлива это с ее стороны. Если брать с точки зрения высших сил, то она получает по заслугам. Каждому вернется бумерангом за свои действия и за свои какие-то поведения. Она хочет этих перемен, но при этом при всем, знаете, женщина, которая привыкла жить красиво, которая хочет жить красиво, привыкла, наверное, это слишком громко как-то сказано, но у кого-то женщина вот живет за счет других мужчин, либо женщина пользуется какими-то манипуляциями для получения какой-то выгоды от мужчин. У кого-то же женщина, наоборот, вот хочет что-то вот на данный момент получить, чего, знаете, вот как сил не хватает, как возможности нет, но вот она к этому яро, к чему-то идет, а по факту все идет как в пустую. Ей нужны деньги, нужна красивая жизнь, но этого сейчас она не получает, поэтому очень насторожена и расстроена. У кого-то, кстати, из женщины идут потери, полнейшие потери. Посмотрите, как карта здесь идет, показывает о том, что разочарование, кризис, крах, может быть и по деньгам там какие-то сложности. Сложности в личной жизни, просто-напросто, как полнейшее, идет прекращение всего. Вспоминает о вас, потому что кроме вас ей нормальной, стабильной жизни никто не дает. Вы единственный человек, который, знаете, вот давал ей какую-то помощь, давал ей какое-то такое вот внимание. Ну вот посмотрите, какие карты даже выпадают. Много иллюзий в ваших торгах, знаете, много какой-то вот, есть поговорка, что имеем нехраним, а потерявши плачем. Вот на данный момент, когда она там либо вас с кем-то сравнила, либо увидела то, что вот в ее жизни на данный момент как бы произошло, карта здесь даже башни, разрушение, прекращение, окончание, здесь такое вот идет, что женщина по хитрости попытается выйти к вам на какой-то разговор, на какие-то манипуляции, дабы вас подтолкнуть к какому-то разговору, дабы вас подтолкнуть к какому-то проявлению. С ее стороны, знаете, по карте лисы это будет проявление, как ни в чем не бывало, по какой-то легкости, потому что, когда вы это все проанализируете, когда вы на это все посмотрите со стороны, вы поймете о том, что почему ты обращаешься ко мне, как бы, знаете, вот внутри у вас как промелькнет такая мысль, как понимание того, что у женщины действительно все сложно и тяжело, и она, знаете, как поджав хвост, как вот эта лиса, пришла к вам проверить, прощупать обстановку и почву, только некоторые из вас уже здесь поставили точку с ней, некоторые из вас действительно ждут ее, и начнется опять все сначала, как начало ваших этих всех отношений, как развитие, общение, там разговоры, движение дороги и все остальное, а кто-то из вас будет находиться на распутье по поводу того, что с ней делать, принимать ее или не принимать, это будет уже как бы ваш выбор и ваше понимание. Она упрямая, понимает, что ничего хорошего на данный момент у нее нет, но упрямо ждет, чтобы поменять, знаете, вот как-то все, но при этом, при всем, она понимает, как она может поменять сейчас все в один момент, понимаете, она прекрасно понимает, что если с вами начать вот заново отношения, то вы решите все ее вопросы. У некоторых здесь проигрывается действительно, что женщина может манипулировать вами, женщина может как-то за счет вас решать какие-то свои проблемы, за счет вас как-то самоутверждаться, либо получать желаемое. У кого-то же проиграется то, что женщина понимает, что вы единственный тот человек, который носит ее на руках, так скажем образно, который ей все дает, который ей все слышит, помогает, который, знаете, идет ей навстречу и дает какое-то вот тепло, понимание, душевность, вот то, чего у нее на данном моменте нету, потому что все карты вот на протяжении, даже вот посмотрите, всего расклада, который мы делаем, показывают о кризис, о разрушении, особенно если она ушла к другому мужчине, либо есть мысли о другом человеке. Здесь, знаете, как розовые очки спали, увидела его истинное лицо, увидела его истинное отношение и при этом как бы вот осталась разочарована, потому что встречание, когда встречаешься, это одни отношения, когда имеешь какое-то вот что-то большее, когда вот переходишь в какую-то семейную стабильную жизнь, это уже совершенно все идет другое. У нее, кстати, знаете, если есть рядом другой мужчина, опять же, если вы об нем знаете, либо догадываетесь, он для нее сейчас как чемодан без ручки, знаете, и нести тяжело и бросить жалко, и вообще не понимает, вот на распуте находится и думает, что делать здесь дальше, как в данной ситуации себя повести. У нее, кстати, есть друзья, подруги рядом, перед которыми она одевает маску, перед которыми она, знаете, может улыбаться, показывать вот так, что все хорошо, все замечательно в моей жизни, даже, знаете, может выставлять там где-то фотографии в соцсетях, либо как-то вот просто транслировать окружающим, что у нее все прекрасно. Хотя по факту, когда она приходит домой, такое ощущение, знаете, что она как плачет, страдает, переживает, вот состояние такое идет, что вот как-то, знаете, осознание того, что все пошло под откос, что идут какие-то страдания, переживания, и вот просто-напросто ничего в жизни не меняется. Она со своими принципами, со своими, знаете, какими-то вот такой закрытостью, особо в душу и свое сердце, никого сейчас вообще не пускает, как закрытое, знаете, хотя может иногда, но не иногда вообще, она женщина, которая может найти подход, знаете, к любому человеку, может найти подход именно и знает, как правильно подстроиться под ситуацию, под человека, чтобы здесь как-то все поменять. Но на данный момент я вижу такое, что она как закрытая, она к себе в душу и сердце никого не пускает, то есть вот так уж, чтобы поплакаться и поговорить с кем-то по душам, нет. Может, кстати, сейчас злоупотреблять какими-то зависимостями, в том числе и алкогольные, может быть, там антидепрессанты, какие-то снотворные на ночь, вот именно таким вот сейчас может очень сильно такие активно увлекаться. Она на данный момент нуждается в вас, потому что много чего хлебнула она сейчас, поэтому хочет с вами поговорить. И она прекрасно понимает, что от разговора даже с вами, от того, что хотя бы там попросить какой-то, вот по манипуляции там помощи либо что-то, какого-то такого проявления, ей станет легче от этого, потому что вы хороший мужчина, вы действительно стоящий и настоящий мужчина, и она это понимает. И я вам хочу сказать, что вы по судьбе друг к другу действительно, судьба вас дала друг другу не просто так. Если на данный момент вы с ней не общаетесь, если на данный момент вы как бы находитесь там в блоках, на расстоянии, вот нет какого-то общения прекращения, судьба вам еще один шанс на это даст. Судьба вам даст шанс на восстановление отношений, хотя некоторые из вас пойдут уже другой дорогой. Посмотрите карта развилки, которая показывает о том, что вы будете идти, кто-то из вас решит идти своей дорогой, потому что уже много чего нахлебались, скажем так, от нее, настрадались, напереживались, и при этом будете принимать определенное свое решение. У кого-то из вас, опять же, энергии много, проигрывается много разных энергетик. Вот что, если вы хотите узнать именно вашу ситуацию, именно чем закончится ваша история, записывайтесь на персональный второй расклад, где мы посмотрим все вот именно до мелочей, что касается именно вас. Потому что людей смотрит много-много, проходит энергетик, поэтому говорю, что проходит вот как бы у каждого из вас. Вы должны черпать именно ту информацию, которая вам подходит. Кто-то из вас все-таки будет как, знаете, пойдет дальше, будет как-то находиться в новых отношениях, в семейных, стабильных, в семье, но уже как бы в другой. Кто-то же вот просто будет, знаете, вот пока вот стоять на месте, пока держать паузу, и все-таки переосмыслят, наполняться какой-то духовностью и переосмыслением в своей жизни. Вы, опять же, повторюсь, действительно, как идете по судьбе друг к другу, но вам сейчас вот нужно какой-то больше набраться духовности, чего-то вот больше, знаете, свою душу понять, понять вообще, что нужно именно вам. Потому что многие из вас проходят этот путь становления, проходят этот путь, когда вот именно понимаете, что вам уже нужно, но нужно его пройти до конца, прийти каким-то с пониманием. Итак, традиционно давайте посмотрим совет карт для вас от высших сил. Итак, карта Паж Воздуха. Карта говорит о том, что храните свои мысли при себе, чтобы они не обернулись против вас. Карта вам советует о том, что не нужно никому открывать свое сердце и свою душу нараспашку. Никому особо ничего не рассказывать. И храните свои мысли при себе, потому что люди, которые вас окружают, могут обернуть их против вас. Итак, дорогие мои, надеюсь, вам понравился данный второй расклад, и вы подпишитесь на мой канал, пишите в комментариях, срезонировала ли вам, что вы думаете по этому поводу. С вами была я, Катерина. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok